На республиканском конкурсе профессионального мастерства «Самый классный классный», проводимый между учителями начальных и старших классов со всего региона, одержали победу. Асиат Махмудова, педагог гимназии номер 3 в номинации «Классный руководитель начальных классов» стала второй. И Гульзифа Рамазанова, педагог школы номер 11, заняла первое место в республике в номинации «Классный руководитель старших классов». Конкурс «Самый классный классный» на республиканском этапе подразумевал защиту творческой презентации и защиту программы деятельности классного руководителя. Проводился он по начальному звену и по старшему звену в два этапа. Защита творческой презентации проходила на сцене, где каждый из нас должен был показать свою креативность, индивидуальность и свою организованность в работе с классом. А защита творческой программы подразумевала уже защиту своего проекта, воспитательной работы, который обычно рассчитан на несколько лет бывает. Конечно, испытания были очень напряженными, конкуренция высокая, большая. Но для меня было огромной честью представлять свою школу, свой родной город на этом конкурсе. И мне очень приятно, конечно, что мою воспитательную концепцию оценили на довольно высоком уровне, как первое место. Это для меня очень большая честь. И мне это очень приятно, конечно. Подъем творческого вдохновения, исполнение личных амбиций, которые у меня были в плане моей работы. Конечно, появились новые планы, которые я буду реализовывать в дальнейшем. Вера в себя, конечно, появилась еще в большей степени. В общем, это очень большая честь для меня и радость. Конкурс профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений «Самый классный классный». Проводился в целях повышения роли классных руководителей, образовательных организаций, становления личности ребенка, развития творческого потенциала, повышения профессиональной квалификации и личностного роста классных руководителей. В явление и распространение лучшего педагогического опыта. Занявшая второе место в республике, Асиат Махмудова окончила Республиканский педагогический колледж с красным дипломом и является студенткой второго курса Дагестанского государственного педагогического университета. В педагогической деятельности находится 4 года. Учительница я мечтала стать с детства. Я часто, как, наверное, многие те, кто хотел стать учителем, раскладывала игрушки и объясняла им, обучала их, как читать, как писать. Наверное, с детства во мне зародилось это желание, еще и потому, что моя мама также является и до сих пор по сей день учителем начальных классов. И думаю, что она своим примером показала мне, что на самом деле эта профессия воодушевляет человека на такие, как бы, чувства, что мне тоже захотелось стать учителем. Участие в этом конкурсе, оно достаточно непростое и трудоемкое и требует больших сил и энергии. Но участие в этом конкурсе помогает человеку реализовать свои возможности, примерить на себя образ участника такого красивого, интересного конкурса. И думаю, что этот конкурс дает много возможностей для того, чтобы принять опыт других учителей, более опытных. Думаю, что для каждого учителя важно реализовать не только свой опыт и поделиться им, но и принять позитивные качества другого педагога. Я думаю, что в следующий раз можно постараться для того, чтобы занять более почетное место. Хотелось бы выразить благодарность, конечно же, моей маме, которая все это время поддерживала меня, была все это время на протяжении этого конкурса со мной рядом. Хотелось бы выразить благодарность заместителям директора, это и Джамиле Лупатаховне, и Аминат Закаряевне, и Зайна Биакальне, и Мавлиат Батархановне. Все эти заучи, они принимали активное участие в моей подготовке. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить нашего директора Извана Левкаевича. Конкурс «Самый классный классный» стал традиционным и признан содействовать совершенствованию воспитательной работы, развитию творческого потенциала классного руководителя, повышению его престижа. Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Республики Дагестан совместно с Дагестанским институтом развития образования.